Глава вторая Почти не удивившись, я повернулся к компу и нажал отмену партии. Потом встал и подошёл к стене. На бежевых обоях, старых, советских ещё, на расстоянии 35 см друг от друга темнели три отверстия, словно от вытащенных гвоздей. Спичка, засунутая поочерёдно в каждое, погрузилась наполовину, почти 2 см получается и 3 мм в диаметре. Я прошёл в спальню и вытащил из пакета в шкафу поневмашку. Выглядит как настоящий ГЛОК-17. Когда-то очень хотелось такую игрушку, но когда купил, то неделю постреляв, убрал и забыл. Зарядив новый баллончик, направил его в стену, рядом с дырками. Потом опомнился, отошёл к другой стене и выстрелил уже оттуда. Шарик, ожидаемо, не оставил даже 5-мм глубины дырки. Значит, это не было следами от стрельбы, о которой я забыл. А отцова двустволка бабахнула бы так, что я бы точно запомнил, и соседи бы прибежали. И значит, это действительно было заклинание «магическая стрела». Я сел в кресло, почесал голову пистолетом. Подскочил, разрядил пневмашку и убрал в шкаф. Сел опять. В голове было совершенно пусто, пальцы не дрожали. Что же это значит? Что из этого следует? Повторяя про себя, я пошёл на кухню, налил чаю и, вернувшись к компу, поставил чашку рядом с другой, ещё полной. Опять сел. Что же из этого следует? Следует, что я действительно могу осуществлять какие-то воздействия, имеющие внешнее выражение, полностью отвечающее эффекту заклинаний волшебника из компьютерной игры. Проверим. Открыв дверь на балкон, я поставил на поручень полулитровую банку. Убрал. На линии был дом напротив. Прислонил к поручню швабру, на неё надел банку, сел на пол. Протянул палец и в полголоса сказал. Остры стрелы твои. Три точки сорвались с пальца, ударившись в банку, сбили её с деревяшки и исчезли. Я встал с пола и пошёл за совком. Надо было газету постелить. Закрыв дверь на балкон, снова сел в кресло. Значит, магия работает. Чёрт. Скочив, я кинулся к стене и, упав на колени, обшарил пол. И пылинки. И я убирал позавчера. Где штукатурка? Полкубического сантиметра в виде пыли и крошки, выбитой ударом магической стрелы. Нету. Куда делась? Тёмной тканью послужило синее полотенце. Аккуратно уложив его на пол, я сел в метре от стены, вытянул палец. Остры стрелы твои. Три сорвавшиеся с пальца точки, три дырки в стене на уровне двадцати сантиметров от пола. И чистые, не пылинки, полотенца. Бред. Но ведь бред же. Что за глупость. Реализовать эффект слабого заклинания, при этом испарив в небытие несколько грамм вполне реальной материи. К тому же получается, что устрел двойное действие, и протыкающее, и толкающее. Иначе чего бы в банк свалилось? Где-то там вдруг что-то дрогнуло, и я непонятным образом узнал, что заклинание восстановилось и готово к применению. Схватив часы, я начал следить за стрелкой. Через пять минут ощущение узнавания повторилось. Так, это уже интереснее. Магия в сказаниях слотовая, основанная на запоминании скастованных заклинаний. То есть каждое заклинание имеет свое время восстановления и, будучи использовано, встает в очередь изучения. Магические стрелы у моего волшебника постанавливаются 20 секунд. Игровой час, то есть тик на жаргоне, длится две минуты. Две минуты равняются часу в реальном времени. 20 секунд реального времени, отведенные под восстановление заклинаний в игре, этой сумасшедшей логикой, считаются равными одной шестой игрового часа, который длится две минуты, но равен часу реальному времени. Бред. Но логичный. Значит, у меня есть слоты заклинаний, время восстановления которых соотносится с реальным, и требует проверки еще один пункт. Я снова сел за комп, развернул клиент мада и, проматывая историю, всегда же машинально проверяю, что у меня заучено из заклинаний. Где же это? Вот. Магические стрелы. Первый круг. Пять штук заучено. Вернувшись к стене, я снова расстелил полотенце. Как бы это зафиксировать? Мобильник. Включив камеру на запись, я зажал мобилку двумя книгами на полке, так, чтобы в кадр попал и я, и стена. Остры, стрелы твои. 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 На пятом остры у меня даже язык заплелся, еле смог завершить заклинание. Что поделать, волшебники в игре – это христианский класс, и все их волшебство оформлено цитатами из Библии. Проводив последнюю сорвавшуюся с пальца точку, я оглядел стену. Пятнадцать аккуратных дырочек двухмиллиметрового диаметра. Ноль пыли. Остановив запись, начал проверять глубину всех отверстий спичкой. Не одинаково, как ни странно, но различие не более миллиметра. Слабые заклинания первого круга. Магия воздуха. Мда. Запись показала, что точки, срывающиеся с пальца, мне не кажутся. Действительно, слабо светятся, летят со вполне заметной глазу скоростью, и дырки появляются именно в месте касания их стены. Нашел лист бумаги, приложил поверх следов от первого заклинания, проткнул спичкой. Затем сверил с другими, стараясь наложить все дырки на одну область. На листе образовалось явное подобие окружности. Значит, три точки стрелы в заклинании разлетаются по конусу от моего пальца. Оружие близнего действия? Так, прошло две минуты. Снова палец в стену и еще раз. Остры стрелы твои. Ноль эффекта. Так, логика понятна. Применить можно только то, что заучено, как и в игре. Так, следующий эксперимент. Подождав, пока восстановились два заклинания, я снова начал мучить стенку. Остры стрелы твои. Три дырки в обоях. Теперь с расстоянием в 10 сантиметров. Еще раз. Остры стрелы твои. Разлета почти нет. Сложной формы отверстия миллиметров пять шириной. Остры стрелы твои. Нет эффекта. Предположение, что у меня есть список заучивания и порядок восстановления, можно считать доказанным, как и разлетание стрел по мере удаления от меня. Я вернулся к компу, где все еще светилась табличка, доступных моему волшебнику заклинаний. Девять кругов. Первый круг. Защита, магическая стрела, сила, определение яда, защита от тьмы, создать свет. Ничего нужного. Хотя силу все-таки стоит проверить. Или вот еще. Да будет свет. На стол с мягким стуком упал небольшой, сантиметра два в диаметре, стеклянный шарик. Почему-то не светится ни разу. Хотя должен. Осторожно оглядев созданный предмет с расстояния, я тронул его пальцем. Не светит, зараза. Что же не так? Хотя в игре он должен быть экипирован, то есть находиться в руке. Пришлось глубоко вздохнуть и потратить минуту на убеждение себя в том, что брать созданный из воздуха непонятным образом материальный предмет таки стоит. Взятый в руку шарик тут же разгорелся мягким розоватым светом. Примерно 30 ватт лампочка, непонятно от чего работающая. Зашибись. Положенный на стол шарик тут же погас. Еще минуту я уговаривал себя, что иногда экспериментировать со странными вещами стоит, после чего второй шарик лег рядом с первым. Когда я взял их в руку, то засветился только один. Значит, есть какие-то неизвестные, но работающие ограничители. Вышел на балкон, опрокинул ладонь. Словно окурок упал. Кучка мгновенно погасших на кафеле искр и никакого звука. Так, продолжим. Второй круг. Определение наклонности. Видеть невидимое. Определение магии. Невидимость. Затуманивание. Наклонности видеть не нужно, хотя может быть полезно. Заходишь к стоматологу, например, и сразу видишь, какие у него садистские наклонности. Хотя зря смеюсь, надо будет завтра все детекты проверить. Аккуратно, в процессе, не подавая вида, благо внешнего отображения они не имеют. Затуманивание. Аналог защиты. Понижает шанс попасть по защищенному игроку. Но как исчислить этот шанс в реальной жизни? Впрочем, все равно стоит подумать о наложении каждого утра. А вот невидимость... Ладно, потом. Круг третий. Ледяное прикосновение. Оцепенение. Полет. Молчание. Медлительность. Ледянка. Слабое повреждающее заклинание воды. Никто им не пользуется. Оцепенение. Основное заклинание волшебника. При удаче парализует любого противника, заодно увеличивая в полтора раза все наносимые тому повреждения. Вне боя на два тика. В бою на пять раундов. Если тик равняется часу, то раунд... Хм... Ну, секунды две в игре. Одна шестидесятая часа... Минута. При атаке на цель оцепенение должно держаться пять минут с момента начала атаки. А вот это уже реальная сила. Это в игре пять раундов пролетают мгновенно. А в жизни за пять минут можно человека на куски порезать. Беспомощного-то. Хотя, опять же, что там будет с шансом прохождения заклинания? Он же не стопроцентный. Как определить? А если не нападать? Цель будет стоять неподвижно два часа? Однако. Бедная псина. Октябрь нынче прохладный. Что еще? Полет? В игре персонаж под эффектом полета теряет при ходьбе только единицу движения за шаг. И еще не падает в воду или ямы ловушки. Как это будет выглядеть в реальной жизни? Опять проверить надо. Молчание. Вот. Скачив, я побежал на кухню и схватил салфетку. Скомков затолкал в рот. Заклинание, произнесенное салфеткой во рту, эффекта не дало. Значит, мне достаточно всунуть кляп и конец магии. Игровая логика, перенесенная на реальный мир, работала, черт бы ее побрал. Интересно, а будет ли молча работать на других магических системах? Не хочу проверять вообще никогда. Медлительность. Дает штраф к инициативе противника. Неопределимо. А значит, бесполезно. Четвертый круг. Каменная кожа. Улучшает защиту. Починка. Восстанавливает разрушенный предмет. Надо посмотреть летние туфли. Там подметка треснула. Мегание. Дает шанс избегнуть атаки. Восстановление. Полностью снимает усталость. Очень интересно. Завтра попробую. Даже более чем интересно. Вдруг и таблетку удастся сэкономить. Развеять магию. Снимает наложенные магические эффекты. Не все и случайным образом выбирая. Иногда это бывает не кстати. В общем, опять мало нужного. Хотя восстановление, если я правильно понял, что к чему. Ладно. Завтра. Пятый круг. Кислота. Слабое атакующее заклинание. Но все равно не буду списывать со счетов. Описание в игре. Вы плеснули противнику в глаза кислотой. В реальности жуткая штука может быть. Надо вспомнить формулу. Запечатать комнату. Ставим печать и, если хватает интеллекта, то монстры не могут войти в помещение. Плохо, что я не знаю, сколько у меня сейчас интеллекта. И не знаю, кто тут монстр, а кто игрок. Защитник. Призывает мелкую тварюшку, которая помогает волшебнику в бою. Есть более опасная версия, огненный защитник, но я просто не успел выучить. И вообще, что-то мне ссыкотно призывать кого-то. Магия ж магия, а вот в демонологии я не записывался. Я боюсь. Не буду. Пока. Круг шестой. Прыжок. Перебрасывает колдующего в любую клетку одной зоны. В другие попасть нельзя. Надо бы подумать. Квартира – это зона? Или зона – это подъезд? Дом? Улица? Город, наконец? Или вообще вся планета? Нет, с этим торопиться не буду, а то скастую и окажусь на триста километров вниз. Разыскать предмет. Все сказано. Произносишь и узнаешь, где это может быть. Сколько дадут за библиотеку Ивана Грозного? Главное – правильно предмет назвать и находиться в одной с ним зоне. Длительное оцепенение. Более продолжительная версия простого оцепенения. В бою можно парализовать на 8 минут, зато в четверо дольше восстанавливается после использования. Мантия теней. Полезная штука. Ловит и ослабляет чужие заклинания. Если я не один такой уникум, то может сильно пригодиться. Жаль, что видна, когда ее на себе применяешь. На седьмом круге групповые версии полета, защиты, невидимости и силы. Одним махом накладываются на всех союзников. Союзников у меня нет. Восьмой круг. Воздушная, огненная и ледяная ауры. Дают защиту от заклинаний соответствующей школы магии. Жаль, что видны всем вокруг. Групповое освещение. Обычное освещение снижает в два раза весь урон от физических атак, но увеличивает вдвое повреждения от любой магии. Групповая призматическая аура. Наоборот, дает защиту от магии, но физические повреждения удваивает, одновременно убирая эффект освещения. Так что или-или. Ангел-хранитель. Защита волшебника от всех превратностей жизни. Спасает, лечит. Чем выше у волшебника обаяние, тем сильнее ангел. Но призывать как и хранителя боязно. Потом, потом. Все потом. Ну и последний. Девятый круг. Самое-самое. Ледяной щит и пылевая буря. Изучить их было действительно сложно. Создатели игры засунули книги с этими заклинаниями в самые сложные зоны. Щит снижает любой урон в половину. Плюс не дает проходить критическим ударом. Буря бьет всех врагов в комнате, ненадолго ослепляя и оглушая их. Но все равно урон небольшой. Чисто вспомогательное заклинание. Массовое оцепенение. Шарах. И все вокруг, кто не в твоей группе, замерли. Иногда очень бывает забавно. Ну и best of the best. Защита богов. Абсолютный иммун к любым повреждениям. Вообще к любым. Только длится мало и восстанавливается долго. Вот и все у волшебника. Типичный класс баффер, не живущий в одиночку. Почему у меня нет силы боевого мага-колдуна? Выйти в поле, колдануть суд богов и все поле одним ударом в тартарары. Или чернокнижник. Вызвать двух-трех костяных духов, из врага жизнь высосать, себе добавить. Кудесникам тоже хорошо. Любого бойца подчинил, и он за тебя сражается. С другой стороны, зачем мне эти сражения? Нет уж, мне невидимости хватит. Я наконец начал обдумывать то, что гнал от себя все это время. А именно, если во всем мире падают серверы с онлайн-играми, а на моем примере видно, что магия из игр перешла в реальную жизнь, то есть могут найтись и другие счастливчики. А если мне достались заклинания поддержки группы, то кому-то могло бы быть что-то гораздо более убойное. Массовая чума, Армагеддон, Призыв Бездны и прочие радости игровой индустрии. Если бы количество новых магов было бы незначительным, то не было бы и необходимости валить игровые серверы, фирм, чей доход исчисляется в миллиардах. Каковой шаг? Если честно, больше смахивает на паническое «Боже, боже, давайте сделаем хоть что-то». Значит, магов уже много. Достаточно много, чтобы начать мероприятия по их нейтрализации, хотя и недостаточно для слухов и паники. Хочу я быть нейтрализованным. Нифига. Значит, не буду отсвечивать, а тихонечко посижу в уголке, пережидая, пока все решится. Ну, насколько смогу. Так что искать в нете всякие страшные слова типа «магия в реалии» или «заклинание для начинающих» я не буду. Дырки в стене замажу и буду ждать. Тихо-тихо. Тем более, что пальцы от всех этих переживаний начали дергаться, и надо бы таблетку выпить. Тихо-тихо. 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 Тихо. Тихо-тихо.